Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Самый главный аргумент – что мы должны помогать друг другу. Чудеса под Новый год. На курорте выросли сказочные деревья, с помощью которых любой может стать добрым волшебником. Вас здесь кто-то сдает, например, иностранным гражданам, я имею в виду рабочих. Охота на нелегалов. В «Анапе» продолжаются рейды по выявлению иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории. У них первые старты. Я считаю, что это очень хороший результат для моих малышей. Дед Мороз уже раздает подарки. «Анапские спортсмены» получили от доброго волшебника не только сладости, но также бронзу, золото и серебро. Школьный вопрос. Обсудили мать погибшего в Чечне военнослужащего Антона Доронина Елены Робертовна Доронина и глава НАПы Юрий Поляков. От частного вопроса общеобразовательной школы «Светоч» перешли к общему проблеме строительства новых социальных объектов. Елена Доронина руководит частной общеобразовательной школой «Светоч». Учреждение носит имя ее сына Антона Доронина, погибшего в военных действиях на территории Северокавказского региона и посмертно награжденного Орденом Мужества. «Школа успешная, но не можем мы в полном объеме выдать детям то, что мы могли бы, если бы это было свое здание. Вы понимаете, мы не можем развернуть детский медицинский кабинет, мы не можем развернуть там хороший спортзал, потому что все это в аренде». Мечта коллектива школы – собственное здание на арендованной или приобретенное у муниципалитета земле. Проект, безусловно, важный, но дорогостоящий. «На одного ученика для строительства школы в готовом виде получается миллион рублей. То есть, если мы с вами говорим, что у вас, допустим…» «Вот у меня 100 учеников на сегодняшний день». «100 учеников, значит, чтобы…» «А нужно, чтобы было 300». «Триста. Вот чтобы школу построить на 300, это примерно надо 300 миллионов. Чтобы она работала, была светлая, соответствовала всем требованиям, надо миллион. Есть у вас инвестор такой, который готов вам построить?» По пути поиска инвесторов идет и муниципалитет. Глава убежден, застройщики должны слышать нужды города-курорта. Просьбу Елены Дорониной Юрий Поляков принял во внимание. Городские власти рассмотрят возможность помочь школе. Диалог общественников и застройщиков. Как может помочь бизнес в реализации важных социальных объектов, обсудили на Совете общественности микрорайона Южный. Речь шла об участии застройщиков в строительстве новой школы, решении проблемы обманутых дольщиков, благоустройстве территорий вблизи новых жилых районов. Открытый диалог. В зале представители практически всех крупных застройщиков, которые работают на территории микрорайона Южный, куда входят крупнейшие на сегодня спальные жилые районы 3А и 3Б. При этом активное строительство здесь идет до сих пор. Все ваши строительные грузы и машины доставки данных грузов сейчас следуют по улице Ленина, Амешкова, Владимирской. Вы сами видите, что эти улицы у нас в пробках стоят, дороги развиваются. Основной поток строительных грузов есть возможность направить через улицу Родорова, но ее нужно делать. Поэтому мы вот этот вопрос с вами, господа застройщики, хотели переговорить, чтобы вы приняли совместные решения о долевом участии в строительстве этой автодороги. Помощи застройщиков ждут и в строительстве социальных объектов. Уже сегодня единственная в микрорайоне седьмая школа работает с повышенной нагрузкой. Участок, где по генеральному плану должна быть новая школа, расположен на улице Ленина. Проект дорогостоящий, только лишь на средства муниципального бюджета. Его не реализовать. По словам представителя компании «Славянский дом» Сергея Лескина, условия участия застройщиков в строительстве школы можно обсуждать. «Славянский дом» сегодня выступил инвестором при решении проблемы долгостроя на перекрестке улиц Ленина и Амелькова. Коробку дома, которая стояла открытой более десяти лет, сносят. Здесь построят новые дома с инфраструктурой. Предполагается размещение и помещение под размещение детского сада, уже предусмотренным проектом, более 700 квадратных метров. На сегодня в реестре обманутых дольщиков более 80 человек. Каждый получит метры в уже готовом объекте в зависимости от объема подтвержденных платежей. Есть возможность доплатить или взять ипотеку. Десять лет назад Валентина Маркова внесла около одного миллиона рублей. Настроение теперь, конечно, прекрасное. Теперь все рады. Я вот общаюсь как бы со всеми людьми. Очень много телефона, электронка. Люди с Сахалина вот сейчас приезжают, с Нижневартовска, с Соймякона. Я даже не знаю, тут получает вообще вся страна. Какая-то многонациальная стройка и многострадальная. С каждым проблемным объектом незавершенного строительства работает администрация Анапы. По поручению главы курорта Юрия Полякова реализуется комплекс мер. Там, где застройка, процент готовности зданий высокий, но есть затруднения в получении технических условий. Мы оказываем всяческое содействие для получения этих условий. Там, где необходимо достраивать объекты, собираются совещания, проводятся с застройщиками, привлекаем инвесторов. По двум таким объектам, по улице Владимирская, 144 и по Амельково, нашлись инвесторы. И до первого квартала 2018 года, точнее в первом квартале 2018 года, данные объекты будут исключены из реестра обманутых дольщиков. При активной работе до конца 2020 года строительство всех недостроенных объектов, где нарушены права граждан, будет завершено. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Очередной рейд по выявлению незаконных мигрантов на территории города-курорта провела специальная межведомственная группа. Она создана по поручению главы Анапы Юрия Полякова. Сотрудники отдела МВД, представители администрации и казачества по обращениям жителей проверяют все места возможного пребывания нелегалов. Во время рейдов под пристальное внимание проверяющих попадают все лица, находящиеся на территории, где по информации могут проживать нарушители закона. Проверка документов, несколько вопросов и если все в порядке, комиссия больше не задержит. Вы здесь работаете? А кто еще здесь работает? Под особым контролем стройки, заброшенные объекты и производство. Также по заявлениям соседей проверяют подозрительные квартиры, где собственники могут сдавать квадратный метр иностранным гражданам. А у вас здесь кто-то сдает, например, иностранным гражданам, я имею в виду, рабочих? Я у нас вот тут воздавалась квартира, они уже купили, продали. Нет, я имею в виду не жилье, а просто сдает, например, рабочие живут там. Нет, нет, все семейные. Да? Все семейные. Спасибо. До свидания. На этот раз все проверенные объекты оказались чистыми. Незаконного пребывания граждан нигде не зафиксировано. Один объект – это гаражный кооператив со встроенными магазинами и пять адресов по информации, поступившей в рабочую группу, где, возможно, проживают нелегально иностранные граждане. В ходе сегодняшнего рейда нарушений миграционного законодательства не выявлено. Однако, как заверили в администрации, работа по противодействию незаконной миграции не только продолжится, но и в преддверии новогодних праздников будет усилена. В новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Анапе будет работать до глубокой ночи. Движение маршруток и автобусов по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения, номера которых указаны на экране, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года будет осуществляться до 2 часов, 6 января 2018 года – до 24.00. В остальные праздничные дни общественный транспорт будет работать по обычному расписанию. В Анапу прилетели снегири, но не обычные, а волшебные. Они разместились на специальных елках желаний, установленных в крупных торговых центрах. На снегирьках, открытках, дети из интернатов и семьи, оказавшихся в трудножизненной ситуации, написали, какие подарки они мечтают найти под елкой. Желания достаточно скромные, и организаторы призывают анапчан принять участие в акции, чтобы ни один ребенок не остался в Новый год без подарка. Это первое исполненное желание. Любой, кто проходит мимо, может взять с елки снегиря. Она расскажет о том, что бы хотел получить на Новый год один из юных анапчан. В городе-курорте таких площадок две. Одна в торговом центре Красная площадь, другая в гипермаркете Магнит. На Анапском шоссе в городском управлении соцзащиты подготовили 153 открытки с желаниями. Вот футбольного мяча до детской косметики. Машины на пульт управления, флешки, наушники, плееры. То есть каких-то заоблачных подарков, которые стоят многие тысячи рублей, нет. Это дети писали сами. Приобрести необходимую вещь можно в любом удобном месте. Главное принести ее на один из пунктов приема. Здесь в команде волонтеров Никита Ванков. Гражданский активист, парадайвер. Для него это уже третья акция. Самый главный аргумент, что мы должны помогать друг другу. И если у вас есть возможность помочь ребенку, который так нуждается в вашей помощи, поддержке. Ведь эта помощь, поддержка настолько мала для вас и настолько поможет осуществить такое маленькое новогоднее счастье ребенку, что это нужно делать, нужно помогать. Здесь же сбор пожертвований в помощь больным детям. Акцию организовал фонд «Край добра». Она продлится 10 дней. По опыту предыдущих лет все желания к этому моменту будут исполнены. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. С 15 декабря на территории города-курорта сотрудниками ГИБДД проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Операция направлена на профилактику дорожно-транспортных нарушений. По итогам года в Анапе зарегистрировано 26 ДТП по вине пешеходов. Водители должны помнить, на нерегулируемых переходах пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами. Однако и пешеходы должны быть предельно внимательными, переходя проезжую часть. Ведь многотонная машина не может остановиться мгновенно. Мы призываем пешеходов к соблюдению права дорожного движения. При переходе проезжей части призываем не обращать внимание на посторонние предметы. В ночное время используются световозвращающие элементы надежды, чтобы быть заметными в темное время суток. И появлять уважение к водителям. Автоинспекторы проводят разъяснительные беседы с пешеходами и водителями. Вовремя пресекают переход дороги в неположенном месте. Как правило, за день составляется около 50 материалов по нарушениям правил. Операция «Пешеходный переход» продлится до 24 декабря. До Нового года еще чуть более двух недель, но анапские спортсмены уже принимают первые поздравления. В спортивной школе Виктории состоялся традиционный открытый турнир по плаванию на кубок Деда Мороза. Эти соревнования проводятся на базе школы уже более пяти лет и неизменно собирают лучших пловцов Южного федерального округа. Кому же достались призы от самого главного сказочного героя, узнала наша съемочная группа. В борьбу за право стать лучшими в плавании на призы Деда Мороза вступили почти четыре сотни молодых пловцов. Это спортсмены из Новороссийска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы и других районов Южного федерального округа. Турнир уже традиционно проходит на базе спортивной школы Виктория. Эта спортивная база является одной из лучших в крае. Полнокровные, чистые соревнования по плаванию любого масштаба могут проходить сегодня в Анапе. И мы будем стремиться к этому, но самое главное, конечно, привлечь как можно больше наших ребят. Под пристальным вниманием это все происходит с самого высшего руководства Федерации плавания. И в частности, прям лично президента плавания России, Сальникова Владимира Валерьевича, он очень внимательно следит, как в Анапе развивается эта инфраструктура. Соревнования проходят в нескольких возрастных группах. Спортсменам необходимо проплыть 50 метров вольным стилем, брасом и батом, а также 100-метровое комплексное плавание. Делегация из Ростова прибыла в Анапе впервые. Реконструированный бассейн Виктории теперь позволяет принимать не только городские, но также краевые и всероссийские соревнования. Гости отмечают высокий уровень организации. Очень хорошо и тепло встретили. Соревнования проходили на высшем уровне и судейская бригада, и дети остались довольны. Разместили очень хорошо нас, и подарки понравились. И дети вообще в восторге от этого турнира, от этих теплых отношений к детям. Для многих плавцов эти соревнования не первые. А вот команда тренера Ольги Панкратовой сегодня дебютировала и сразу призовые места. Воспитанники заняли достойное место в соревнованиях, так как у них первые старты. Я считаю, что это очень хороший результат для моих малышей, так как мы в начальной подготовке, у нас этап начальной подготовки еще. Ну вот, считаю, что нормально, все прошло хорошо. Я плыла через «не могу», как говорит Ольга Николаевна. Я очень добивалась это все трудом большим. Хочу заниматься плаванием и стать тренером. Всего было разыграно 60 комплектов наград. В копилке нашей команды одна золотая медаль. Ее завоевала злата Снецаренко, а также три серебряных и семь бронзовых. В завершении соревнований главный герой праздника Дед Мороз вручил плавцам сладкие подарки и провел развлекательную программу. Руслан Душевский, Анапа. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинают первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова